Приветствую всех на своем канале! Сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом, вернее даже сказать способом делать ленивые беляши. Такие хитрые беляшики делать очень просто и быстро, а на вкус они получаются ничуть не хуже классических беляшей. Для меня этот рецепт настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то быстро, вкусно и сытно. Что нам потребуется для приготовления этих ленивых беляшей, вы сейчас видите на экране. Вафельные листы можно брать любой формы и резать на порционы куски, как вам удобно. У меня это прямоугольные листы размером 14 на 24 сантиметра, а с начинкой может быть два варианта. Делаем обыкновенную классическую начинку. В фарш добавляем мелко порезанный лук, соль, перец, специи, какие вам нравятся, и по желанию можно зелень добавить. Ну и если необходимо, немного воды, чтобы фарш получился сочным. А можно сделать и котлетную массу, как вы обычно делаете котлеты. Это будет, так сказать, бюджетный вариант. Из небольшого количества фарша у вас получится целая горка беляшей и они будут тоже очень вкусные. Ну а приготовление очень простое. Берем один вафельный лист, распределяем по нему половину всей нашей начинки. Накрываем вторым вафельным листом. Ну и повторяем процедуру с оставшимися вафельными листами и начинкой. Теперь разрезаем вафельные листы на порционные куски. Я делила на 6 равных частей. В итоге у меня получилось 12 штук псевдобеляшиков. Теперь делаем кляр. Берем 3 яйца, 6-7 столовых ложек молока и размешиваем. Слегка присаливаем, перчим и немного добавляем гранулированного чеснока. Так кляр вкуснее. Ну и добавляем около 3 столовых ложек муки, чтобы тесто вышло, как на очень жидкие оладьи. Ну и вы, наверное, уже догадались. Обмакиваем в кляр наши заготовки беляшей, обжариваем их на хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон. Обжариваем где-то по полторы-две минутки с каждой стороны. И в итоге вот такая вкуснятинка у нас получилась. Вкусная, сочная начинка и не менее вкусная, если можно так сказать, обертка из теста. В моей семье такие псевдобеляшики очень нравятся. В общем, как всегда, если и вам понравился этот рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео, делитесь этим видео в своих социальных сетях. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита! Пока-пока!